Возрастание роли личности в жизни общества и государства как закономерного исторического процесса обусловливает необходимость соответствующего подхода к изучению, исследованию и обучению истории, которые мы доводим до наших дней. Отсюда вытекает потребность повышения профессионализма сотрудников социально-гуманитарной области деятельности и, несомненно, в исторической науке. Особенно это касается личностей, которые впервые вступают в эту сферу жизнедеятельности. Вашему вниманию предлагается для обсуждения «Десять заповедей, заветов историко-профессионала». Во-первых, исходить из того, что в серьёзном научном изучении главное заключается в том, что утверждается в исследовании, а не о чём идёт речь в нём. Не случайно в авторефератах диссертаций требуется краткое на одну страницу изложение сути работы резюме по-французски на трёх языках, в том числе английском. Отсутствием такого достоинства страдает почти все, предентующие на ту или иную степень, несмотря на то, что выполнение этой заповеди является условием реализации иных заветов. Другим по распространённости недостаткам, ставящим под сомнение присвоение степени, является игнорирование следующей заповеди. Осмысливать основной понятийный аппарат, под которым в современных условиях имеются в виду такие элементы, как понятия и категории, термины и дефиниции, принципы и методы, и другие. Составляющая аппарат структура включает источник различного свойства, факт, который в данном случае нельзя отождествлять событиям, эмпирические и теоретические уровни, организация и модели представления, используемый аппарат, дополненный понятиями, сформулированными самим соискателем, и популярное описание. При работе над аппаратом целесообразно чаще заглядывать в последние издания энциклопедий и словарей. В-третьих, полно представлять принцип объективности, как основополагающий, достигаемый посредством использования самых по возможности различных видов источников. Публикации, архивные данные, мемуарные источники, сообщения средств массовой информации, визуальные материалы и другие. Следует убеждаться в том, что анализируемые события и явления, как таковые, находят подтверждение в ряде источников, что они логически вписываются в поле исследования. Более того, необходимо учитывать и оборотную сторону объективности, неразрывно связанную с лицевой. В-четвертых, обеспечение оборотной стороны объективности, то есть достоверности, возможно при более глубоком проникновении в суть исторических событий и явлений. В наше время исключительно важно в этом случае видеть человека, личность. Они творцы и очевидцы истории, собиратели её свидетельств и их хранители, интерпретаторы и учёные-исследователи. Личность характеризует сознание, психика и речь. Поэтому продвинутый аналитик не может игнорировать эту триаду. В-пятых, понимать, что целью научного исследования гипотезы является сформулированный конкретный результат, а не процесс движения к нему. Соискатели пишут выяснить, либо показать, либо доказать и тому подобное. Плюс фактическое повторение названия работы. Постижению цели может помочь правильно организованный самостоятельный сбор информационного материала в качестве основы для создания полноценной источниковой базы. Подобное представление невозможно без способности к образному мышлению. Подкреплением этого мнения могут быть, например, действия и высказывания известного актёра Ливанова, кавалера британского ордена, полученного им за создание образа Шерлока Холмса. Он заметил, что современная молодёжь плохо мыслит образами, потому что мало читает, вся в компьютере. В-шестых, правильно организовывать сбор информации, от чего зависит конечный успех работы. Это прежде всего изучить картотеку полезных изданий, газет и других средств массовой информации, мемуарных источников, в библиотеках и на сайтах интернет. Затем архивные фонды. Хотя такая работа и требует много времени, именно она гарантирует достижение необходимого уровня объективности. Вызывает одобрение, оценка этого вида работы, данная известным российским историком-методологом Людмилой Николаевной Мазур. В-седьмых, такой углублённый подход в условиях закономерного возрастания роли личности говорит о недостаточности использования только традиционных методов и их сочетаний, о необходимости обращения к методам других наук, и прежде всего математики, информатики и социально-гуманитарных наук. Коллектив в составе представителей исторического факультета и факультета прикладной математики БГУ, исторического факультета БГПУ имени Максима Танка успешно работает над созданием оригинального программного обеспечения триады с её контент-анализом, психоанализом и дискурс-анализом. В-восьмых, усматривать новизну исследования не в том, что принятая к защите тема впервые рассматривается в Беларуси. В противном случае стоял бы вопрос о допуске автора к защите на присуждение учёной степени. Она должна состоять в тех конкретных выводах и обобщениях, которые нашли своё выражение в сформулированных автором понятиях или ключевых словах. Различие учёных степеней в данном случае будет зависеть от масштабов поля приложения, выводов и обобщений и от уровня проникновения в глубину исторической действительности. В-девятых, придавать практическим рекомендациям к использованию положений и выводов диссертационного исследования конкретный и адресный характер, не замыкать их областью изучения, исследования, обучения, преподавания исторических дисциплин, а разумно распространять на общественную и государственную сферы жизнедеятельности. Помнить принцип ценности в истории, её политическую обращённость в настоящее и будущее. Десятых, руководствоваться тем, что известные достоинства личности в первую очередь относятся к исследователям, претендующим на учёную степень. И дело не только в уровне нравственности. От неё зависит права человека. Они определяются ею. Требование этой реальности должно быть неукоснительным со стороны коллег, Советов по защите, ВАГ. Нужен глубокий анализ по существу и исследования. Цель, какой бы благородной она ни была, не может оправдывать использованные при этом ненаучные средства, во-первых, и неблаговидные, во-вторых. Не будем забывать эти достоинства. Это правда, выбор, справедливость, сострадание, милосердие, терпимость, стыд, смущение, честь, ответственность, совесть, радость и другие. В этот перечень можно добавить порядочность, детскую любознательность, научную рефлексию. Все они имеют и моральный, и юридический, и социальный статус. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова